Молодая проза В тех самых масс-культурных измерениях Настолько у нас будет проза, настолько у нас будет литература Я скажу сразу нашим телезрителям о том, что разговор пойдет не только, если получится Не только о молодой прозе, куда она движется, а о том, что такое молодой стиль На самом деле молодой Достоевский, Достоевский бедных людей, Достоевский, допустим, братьев Карамазов Это один и тот же, но очень разные писатели Об этом мы тоже поговорим Наши гости Денис Гуцко, писатель Родился и вырос в Грузии Живет и работает в Ростове-на-Дону Лауреат премии «Русский букер-2005» Которую получил за роман «Без пути следа» Все мы дети этих руин, глупо себя обманывать Говорит наш герой, посвятивший свое произведение острым социальным проблемам постсоветского пространства Если судить по книге Дениса Гуцко, молодая проза полнится социальным пафосом И обостренная общественная заинтересованность – одна из отличительных особенностей творчества молодых Юрий Поляков – писатель, филолог, публицист Главный редактор литературной газеты Первые повести молодого прозаика Юрия Полякова «ЧП районного масштаба и 100 дней до приказа» На заре перестройки печатались в журнале «Юность», который выполнял функции литературного плацдарма для молодых авторов Тогда в большую литературу вошел литератор новой формации – молодой, талантливый и бесстрашный Сегодня произведения Юрия Полякова входят в школьную и вузовскую программу и переведены на многие языки мира Юрий, я хочу начать с тебя Ты у нас и современный классик, и человек, который стоит у руля достаточно сложной газеты Вот когда ты начинал писать, у тебя было ощущение, что ты что-то отверг, что-то принял, или просто это было спонтанно, несознательно, захотелось, начал, от Бога пошел и все Были какие-то размышления? Ну, вообще я считаю, что первая проза, прозаика – это его стихи И я всегда, в общем-то, отличу прозу человека, который прошел через стихи, и прозу человека, который через стихи не прошел Человек, который начинал с поэзии, он, так сказать, прозу строит из слов, из воздуха между словами, из оттенков Человек, который через поэзию не прошел, он пишет обычно предложениями, это в лучшем случае, а то абзацами, а то и целыми, так сказать, страницами Вот это сразу чувствуется Теперь есть два вида такого, я бы сказал, обращения к прозе, два вида писательского старта Один – это когда писатель отталкивается, ну, скажем так, от своего жизненного опыта Вот, как, скажем, у меня было с поэзией 100 дней до приказа Когда я из армии вернулся, я говорю, ну, как же так, ну, как же так, что-то есть, а в литературе этого нет Надо обязательно рассказать Вот, и если писатель идет этим путем, то формирование его стиля, оно начинает складываться Как правило, вот в этом случае, такого спонтанного, я бы сказал, такого социального заявки Как правило, писатель сразу и нащупывает свой будущий стиль Он потом его будет уточнять, оттачивать, встраивать, так сказать, в литературный процесс Искать, значит, предшественников и так далее, из подвижников Но, тем не менее, он его нащупывает сразу Бывает другой путь, когда молодой писатель идет от, скажем, внутри литературной ситуации От каких-то эстетических предпочтений, раздражений, от стремления, значит, нащупать сразу какую-то свою стилистическую школу и так далее В этом случае, по моим наблюдениям, как правило, писатель свой стиль сразу не находит И приходит к нему гораздо позже Интересно, Денис, вы писали стихи? Конечно Почему перестали? Ну, вы знаете, перестал тогда, когда прочитал Марину Цветаеву Я проглотил буквально за ночь Томик И, знаете, ну, я понял, что так я не могу, а по-другому... Не хочется Да, не хотелось Ну, вот просто ушло сразу, как бабушка отшибка Знаете, телезритель может задать вопрос А что легче писать, прозу или стихи? Ну, мне кажется, труднее писать честно и стихи, и прозу Вот у вас тут книжка замечательная стоит, называется «Я познаю мир» Вот мне кажется, молодая проза, молодой стиль — это то, что вот ложится в эту формулу Когда я начал писать, понял, что вот всё, больше не могу, да, пора начинать И увидел, что я не умею совершенно писать, то есть, ну, вот ступор Казалось, что вот сейчас сяду и всё это выплесну А когда доходит до слов, оказывается, что, ну, не идёт Я просто начал себя учить писать, и я начал тупо подражать стилям Я выбрал то, что на тот момент больше всего меня цепляло, как читателя Это был Набоков, и для противовеса я взял Хемингуэя, да? То есть я вот так по страничке выписывал и выбрасывал Вот некий сюжет выдумывал «Дай-ка я под Набокова закошу» Под Набокова, приснаюсь, не сильно получалось Вот, под Хемингуэя тоже Получается, надо сказать Но как... Хемингуэя полегче, да? Тоже не получалось, вы знаете В переводе Кашкина, я думаю, да И мне трудно сказать, что я действительно чему-то научился вот в процессе этого подражания Потом просто настало время, когда нужно было написать вот первая моя вещь, с которой я дебютировал Об снеобукет, это по воспоминаниям отца, по его дневникам, как он пережил войну грузино-абхазскую в Сухуми И... ну я просто забыл обо всем этом О том, какой должен быть стиль И все пошло само собой Я перестал об этом думать Вот как Лев Толстой, когда он выходил косить с крестьянами И потом он вспоминал, что пока просто косил, он шел наравне с ними Когда начинал задумываться, как правильно косить, он отставал Мне кажется, конечно, думать, работать над стилем нужно Но в какой-то момент нужно просто об этом забыть И вот... Вот она, молодая проза Это не постмодерн В стихии, что ли Кстати, вот по поводу стиля Вот когда я был поэтом Вот у меня был поэтический учитель Замечательный поэт Один из лучших поэтов второй половины Вот 20 века Русских поэтов Владимир Николаевич Соколов Я помню, он мне сказал Одну фразу Вот он сказал, Юра говорит, запомни У писателя Вот о поэта У поэта появляется стиль Не тогда, когда он понимает, как он должен писать А тогда, когда он понимает, как писать он не должен Интересно Захар, слава о вас идет, как о бунтаре Молодой писатель должен бунтовать? Или это просто потому, что у вас такой характер? У меня очень хороший характер Я добрый человек и совсем не бунтарь Но, по сути, всякий литератор Молодой литератор, он, по сути, всегда бунтарь И движет им конгломерат самых разных чувств и ощущений На такой безумный замес Который действительно трудно распределить на какие-то частицы И что-то отсюда вычленить Поэтому, я думаю, что Юрий Поляков действительно сказал многое И что касается моих ощущений Моего вхождения в прозу Действительно, здесь было желание зафиксировать какой-то кусок жизни И по возможности в языковое пространство Внести то, что происходило вокруг нас Потому что то, что происходило вокруг нас в последние два десятилетия Достаточно сложно вмещается в контекст реалистической литературы Достаточно сложно адаптируется Вы помните, что и Бунин, и многие другие, кстати, и Катаев тоже говорили о том Что молодая проза, а это как густой бульон И постепенно писатель легче относится к слову Более спокойно, более уверен в себе И поэтому постепенно эта проза или даже поэзия пастернаковская ранее Она перестает быть такой наваристой А становится более прозрачной Пастернак даже, по-моему, сделал серьезную поэтическую глупость Переписал ранние стихи Бунин, конечно, этого не делал Но, тем не менее, в чем-то себя упрекал Вопрос вот в чем Мы начинаем свою первую книгу, назвал «Камень» Надо утяжелить слово Надо сделать его таким, чтобы читатель почувствовал, что это новое слово Дело не в акмеизме, а дело в том, что слово это как булыжень, которым можно кидаться У Маяковского тоже такое утяжеленное раннее слово Как у вас? Об этом вы думали? Или это лежало вне ваших дум? Вот есть некое сравнение с временами года Есть лето, есть зима, есть осень Я думаю, что природа писательства Она зачастую переставляет Зиму, осень, лето И после зимы неожиданно начинает лето И вот этот прозрачный бульон Потом наваристый бульон Если взять, например, Набокова То напротив он как раз был достаточно прозрачен В Машенке А чем дальше, тем становился тяжелее Наваристый? Наваристый, да Вот смотрите, уже Набокова звучит не первый раз То есть, значит, молодая проза Набокова в себя вобрала По крайней мере, как пример, чтобы оттолкнуться или подражать Правда? У него, кстати, поэзия, вот что интересно Редкий случай, когда, если не знать, что это стихи Набокова Почти невозможно связать с его прозой Это удивительно У Пастернака проза и у Мандельштама проза по поэзии Видно, что это одна генетика А у Набокова абсолютно Набокова и Пунин – это как раз другая история Это люди, которые всю жизнь считали себя поэтами И в то же время, конечно, как прозаики, они несопоставимы Поэтому каждый писатель – это отдельная совершенно история Еще, Захар, все-таки Насчет бунтарства Я знаю, что вы из Нижнего Новгорода Действительно бунтарь И мне это нравится И хорошо Это не мешает писать? Конечно же, у каждого литератора своя собственная судьба И мне кажется, что сейчас время такое в России Что вот самоощущение себя, как поэта с прописной буквы Который живет в башне слоновой кости И взирает свыше на все Оно во многом не то, что не модное А уже даже весьма пошлое бывает иногда Я считаю, что писатель сейчас во многом должен вызывать огонь на себя Что называется и та позиция, которую занимали многие литераторы Допустим, в начале 90-х годов, в конце 80-х Она сейчас становится менее модной И мне скорее это печально Но это мое личное субъективное мнение А вот интересно, тоже слово модный Сергей, а про вас молва говорит Значит, вот бунтарь А вот про вас говорит модный писатель Вы себя ощущаете модным писателем? Что такое модный писатель? Ну, если заходить в интернет и набирать в блогах фамилию Минаев Вот в этот момент, наверное, ощущаю А так? Ну, если возвращаться к началу передачи У меня никогда не было каких-то терзаний Я, во-первых, никогда не собирался быть писателем И тем более делать из этого ремесло Да, в хорошем смысле слова И поэтому у меня я не писал стихов Кстати, вот очень интересно Насчет сложных, длинных Я теперь понимаю, почему длинные предложения Я, кстати, когда читал вашу прозу Я понял, что вы не были поэтом Да, вот сейчас я нашел объяснение для себя Почему, откуда это длинное? Видите, передача иногда помогает понять себя Хорошо Я думаю, что вот сейчас Почему очень много, да, молодых писателей? Потому что есть интернет И я начинал в интернете тоже, да? Я писал какие-то короткие вещи Потом писал колонки И в какой-то момент я сел и зафиксировал То, что со мной происходило Там последние 7 лет, да? Я написал Духлес Отдал его И как бы там тоже длинная история с книгой Которая там лежала в издательстве 8 месяцев Да, и потом ее решили там издать Ну, 8 месяцев длинная Ну, нет, я сейчас просто Видишь уже, другое поколение У нас сколько-то 7 лет 100 дней Нет, я просто вижу сейчас, что приходят люди в издательство Они там, вот они приносят рукописи И они издаются там как-то через месяц, да? Потому что они говорят Вот вы знаете, я написал Вот тема Там у меня вот про гламур Или там еще про что-то Вот я написал книгу И вот их издают через 2 месяца Я хочу напомнить нашим зрителям Что у нас в каждой программе есть книга-визитка То есть наши гости выбирают книгу Которую могла бы представить нашу программу Саш, какая книга говорит о молодой прозе? Это то ли Муки воспитания Катерлиса Он обязательно должен сжечь свой личный автобиографический материал Как правило на этом строится первая проза Потом человек дальше либо становится писателем И тогда он учится слушать других людей И делать прозу из материала жизненного других людей Но сначала, как правило, человек сжигает свою собственную жизнь Ну это у Толстого получалось отлично Да Значит, кто для вас? Ну, я все-таки не хотел бы сейчас говорить о классике Да, я читаю сейчас современных авторов Я читаю Сахара Прилепина «Патологии» Хорошо Все, берем Алексей, пожалуйста Я считаю, что есть одно произведение одного известного писателя Который написал вообще очень много всего Но именно в этом произведении он, пожалуйста, умел собрать вот такую квинтэссенцию молодого стиля Когда не боишься абсолютно ничего Я говорю о романе Василия Аксенова «Ожог» Хорошо Для меня больше ничего не существует Хорошо, пожалуйста Я бы, как иллюстрацию к всему, что было сказано И к развитию стиля, и к сжиганию личного опыта И к тому, насколько в молодой посеяно уже все то, что вырастет в зрелой и поздней Я бы назвал Машеньку Набокова Хорошо Наташу спрошу Марина Полей, Клеменс, шорт-лист, большой книг для 2006 Спасибо Юра Знаете, вот на меня из прочитанного в последнее время произвела сильное впечатление Книжка Павла Басинского в ЖЗЛ о Горьком Она как-то на фоне книги о Пастернаке Быкова ушла А она гораздо глубже и интереснее Вот там очень интересный кусок о становлении Горького как писателя О нем, как о молодом писателе, очень интересный Вообще, Горький молодой писатель очень интересный Пожалуйста, принимаем вашу тоже точку зрения Говорите Здравствуйте, Вдовина Татьяна, конкурс «Действующие лица» Я бы хотела предложить в качестве книги визитку Вот наш сборник Это сборник лучших пьес, который выходит каждый год И где можно вполне составить впечатление о состоянии нашей молодой Спасибо, мы тоже выбрали Аксенова Аксенов молодой Абсолютно новая молодая проза Вот берешь, читаешь Я, кстати, на этой программе как-то ему сказал о том Как похвалила его Ахматова Она говорит, читаю звездный билет, половина слов не понимаю Как замечательно И вот это, мне кажется, это выход О чем и Юра говорил Вот это вхождение каких-то новых слов Я с удовольствием дарю эту книгу Денису Я думаю, он найдет в ней чего-то нового для себя Я человек лояльный Когда вижу красный сигнал «Стойте!» стою И иду только, когда вижу зеленый сигнал «Идите!» Другое дело мой младший брат Димка всегда бежит на красный сигнал То есть он просто всегда бежит туда, куда ему хочется бежать Он не замечает никаких сигналов Выходит из булочной с батоном в хлорвиниловой сумке Секунду смотрит Потом бросается прямо в поток машин Я смотрю, как мелькает впереди его чешская рука Смотрите ли, искорками Штаны неизвестного мне происхождения Австралийские туфли И стриженная под французский ежик русская голова Благополучно увильнув от двух побед, от Волги и Шкоды Он попадает в руки постового За моей спиной переговариваются две сторожки Сердце захолонуло Ну и психи эти нынешние Штаны-то наизнанку, что ли, надел Все швы наружу Василий Аксенов Звездный билет Саша, у тебя есть аллергия на сегодняшнюю молодую прозу? Вообще, эта конструкция молодая проза, она немножко лукавая Потому что для читателя, если уж совсем честно Сколько лет исполнилось автору в тот момент, когда читатель взял книжку в руку Все равно И у современного читателя молодой Толстой, молодой Гуцко и пожилой Набоков Лежат на одном и том же столе и как-то, соответственно, являются некоторым образом Частями одного литературного процесса Когда говорится о молодой прозе, то чаще всего Это слово молодая проза означает Молодой это то, что требует поддержки, требует помощи А, и давайте соберем молодых писателей в липках Слет молодых писателей Можете себе представить слет немолодых писателей? Слет немолодых писателей Я стою за писателей От слета к съезду И когда, соответственно, в каких-то там литературоведческих построениях Анализируется молодая проза То никому же не придет в голову анализировать творчество Сергея Минаева Как молодого писателя Потому что его дебютная книга была так успешна, что ему не надо помогать А вот это плохо, между прочим Вот это плохо Нет, нет, я хочу согласиться То есть, да, молодые писатели это такой Ну, пользуясь терминологией фондового рынка Такой второй эшелон Ну, сегодня принято считать, что второй эшелон Это перспективные такие вложения То есть, кто из этого второго эшелона Пробьется и станет большим Хотите стать знаменитым, как Толстой? Нет, не знаменитым, но не тот термин Большим, серьезным То есть, не стоять в ряду некоем Мейнстрим изображая Или массовку Или там, я не знаю Широко известным в узких кругах Так прожить Ну, кстати говоря, Пастанак тоже говорил о том Что молодые сбиваются в стае Помни, как у него это Витя, я хочу тоже сказать Пожалуйста, слово, если можно Знаете, вот По поводу Литературного дебюта И интернета И вот этого сейчас Скоростного издания Что такое интернет? Что такое интернет-литература? Это такая Отвовьтесь к ответу Это абсолютизация черновика, понимаете? Когда вот есть возможность То, что, скажем, раньше В предыдущий период литература Держалась под подушкой Перечеркалась, перечитывалась Еще и потому, что человек знал, что это не скоро выйдет Вот, в одних это убивало писателя И он бросал это дело А другой благодаря этому вырабатывал Очень точно такой, так сказать Емкий стиль А сейчас, когда вот ты только У тебя еще не остыло ничего И ты уже вбросил это Выплески Да, миллионы пространства И таким образом черновик Стал предметом общественного сознания Не литература, конечно А, скажем, предметом, ну, скажем, чтения Предметом чтения Вот, я считаю, что очень У многих молодых писателей Это создало иллюзию Что они уже нашли свой стиль Они всего-навсего нашли своего читателя В интернете Но давайте не будем кривить душой В литературном марафоне Побеждает тот Кого начинают перечитывать А перечитывают Не из-за сюжета Не из-за социальной остроты Перечитывают из-за стиля Из-за умения работать со словом И давать словам, так сказать, такую картину Которая может заворожить читателя И заставить его возвращаться Ты меня пугаешь, потому что я Что-то начинаю с тобой Все чаще и чаще соглашаться Алексей, ответьте мне, пожалуйста Черновик, ответьте Юрия Можно работать черновиком в интернете Или что делать? Я согласен с Ольгой Ивановной Татариновой Которая однажды сказала Что молодой прозаик начинается с 40 лет Это действительно в некоторой мере Имеет место быть В том плане, что Культура речи и ответственность за слово Видимо растут в течение Долгого периода жизни Я еще хотел сказать, что в течение этого же времени Вероятно, растет возможность К самостоятельному мышлению Это, может быть, лет 40, 50, 100, 200, 600 лет назад Было бы немножко проще Но сейчас такое ощущение Что средства массовой информации Действительно составляют 90% Успех Информационного пространства Мышления человека А может ли они наплевать? Сергей, может ли наплевать на них вообще? Если писатель болеет тем, что Ему про него говорят хорошее или плохое СМИ Так, может быть, не читать Помните, Толстой говорит Только под угрозой порки Я буду читать критические статьи про себя На самом деле Если бы перед тем, как Я сел за рукопись Духлеса Я посмотрел бы эту передачу Я бы никогда не стал писать Наверное, к счастью многих Потому что то, что мы говорим Это вещи, конечно, такие монументальные Что мы сейчас пишем памятку Молодому писателю Вот через что надо пройти Чем надо болеть И так далее А что значит еще везучесть? Правда? Правда? На самом деле Везение значит 90% Господин Аксимов Мой друг Вообще бы не сделал бы Огромный скандал По отношению к Денису И слава его сегодняшняя Была чуть поменьше А вот повезло Наврага повезло Аксимов чуть побольше Аксимов чуть побольше Повезло наврага Могущественного Вам повезло на то Что вас выделили как модного Захара вообще Слава пришла Так сказать Как бунтарию И так далее Сейчас мы еще до Германа дойдем Средства массовой информации Надо относиться спокойно Да, надо очень четко понимать Что люди Которые сделали своим ремеслом Литературную критику Или что хуже Там светскую хронику Или там социальную хронику Да, эти люди работают за деньги Да, и не будет писателей Поэтов Шоу-бизнесменов И так далее Им будет не о чем писать Да, поэтому Они делают свою работу К сожалению У нас Достаточно мало людей Которые по-настоящему Влюблены в свое дело Да, в основном Люди зарабатывают этим деньги Я хотел о другом сказать Я хотел Может быть мы даже Об одном и том же говорим Вот скажем Нам поступает Литературную газету Рукопись Там скажем Рассказа большого Там Подборка стихов Мне достаточно Прочитать Несколько абзацев Чтобы понять Имею я дело С писателем Или я имею дело С пипом Пипом я называю Персонифицированные Издательские проекты Писатели делают Литературу Пипы делают Книжную продукцию То же самое С поэзией Я прочитал Одно-два страниц Все мне понятно И самое страшное Что Вот прочитав Эти несколько абзацев Я уже знаю Как дальше сложится Судьба этого писателя И что самое печальное И трагическое В нашей профессии Что Вот как в народе говорят Чего нет за кожей Кожей не пришвешь Вот если у него нет В этих Так сказать Ему 20 лет У него уже И в 40 не появится Хотя он может стать Известным писателем Понимаете И все это понимают Поэтому как бы идет Такой двойной стандарт Мы Если мы говорим О обитателях Литературно-издательского Пространства Это огромное количество Это зверинец огромный Берлинский зоопарк А если мы говорим О писателях Которые делают Литературу Которым дан Высочайший Дар Чувства слова Художественного слова То это единицы Ну десятки В лучшем случае И мы все их знаем И мы все их знаем Я с вами согласен Вопрос-то в другом Что вот Социум Людей Которые сплотились Вокруг литературки Да Которые профессионалы И влияние литературки На общество По сравнению С влиянием Портала Жизнь Или там Портала Дниру Совершенно разные Поэтому вот В этом есть проблема В чем разница Объясняйте Разница в том Что Я не знаю Какой тираж сейчас У литературки 100 тысяч 100 тысяч Да И 500 тысяч В день посещаемость Более-менее Хорошо раскрученного Интернет портала И в этом разница Потому что Читатель ориентируется На Любой читатель Интернета Или телезритель Или слушатель Он ориентируется На вещи Которые Как бы В медийном своем Пространстве Большие Сергей Такая ситуация Была вообще В любые времена И если взять Начало века То тиражи Даже безумно Популярного Горького 100 тысяч Или Леонида Андреева Они были Куда меньше Чем тиражи Скажем Вербицкой И вот этими Джонглиры цифрами В данном случае Бесполезно Потому что Есть публика И публика Вот Когда говорят О молодых писателях Тут же Вот вторым пунктом Заходит речь О помощи Молодым писателям Вот Я хочу сказать Что очень опасная Штука На самом деле Чем молодой писатель Отличается от очень старой Ничем Потому что Тому тоже нужна помощь Ему больше Наверное Старого Правильно Об этом написал Шкловский По-моему В 27 году Вышла статья Называлась О писателе Там вот буквально Сказано Ну недословно Быть профессионалом Начиная с 18 лет Это крайне неудобно Потому что Жить ему при этом Нечем И вот эта самая помощь Молодому автору Она обрекает его Понимаете На что Вот там В 20 лет Ты имеешь успех Вот тебя огорошили Этим успехом Ты раздал там интервью Ты всем рассказал Приятелям Девушке своей Что ты писатель И интерес к тебе Ну прошел Через год Да Вот все нужно Мне кажется Повернуть Наоборот Как Помогать нужно Не писателям А читателям Вот проект Читателей-то много Ну тут половина писателей По-моему И критиков Вот проект Который существует В Англии Да Где они выбирают 100 лучших книг Вот Почему бы не тратить Деньги на это Понял Хорошо Ну то есть мы выживем Так или иначе Герман Давайте начнем Теперь с вами работать Я всегда стараюсь Подчинять свой ум Некой дисциплине И отсекать мелкие амбиции И поощрять крупные амбиции Крупные амбиции Писать так Чтобы тебя читали Через 300 лет Писать так Как писал Чехов Мелкие амбиции Ну это вот Тираж Премии Или что-то вроде этого Герман Через 300 лет Главное проверить Не забудьте Не ну правильно Нужна сверхзадача Понимаете Если вы будете Ограничивать Свою литературную Сверхзадачу Порталом Вас в этом Портале И похоронят А у вас была сверхзадача Когда он 100 дней писал Конечно Конечно У меня была сверхзадача Рассказать о том Чего никто не знает Я про 300 лет Их 100 лет Только тогда не было Конечно Вот И Но кстати говоря Что интересно Вот я об этом не сказал А сейчас скажу Дело в том Что когда Ты ставишь перед собой Достаточно смелую Ну скажем Такую социально-моральную Задачу То она невольно Подтягивает К себе И языковую Задачу Понимаешь Да Вот скажем Вот была Значит Военно-здатовская литература Которая писалась Естественно На языке Нереальной армии Да Значит Вот Скажем Если ты начинаешь писать О реальной армии Тебе нужно Искать Литературный эквивалент Реального армейского языка Ну ты же конечно Не будешь матершин Это писать Правильно Должен эквивалент То же самое Скажем Когда я писал О пофиге И ЧП районного масштаба Вот Значит Аппарат Тоже Своя субкультура языковая В литературе ее нет Вы кстати С этой проблемой Столкнулись Когда писали О нынешнем аппарате Только аппарате Менеджерском А он от комсомольского По своей Вообще ничем не отличается По своей сути Ничем не отличается Вот Это продолжение Да Я когда читал Вашу вещь Я просто узнавал Вот описанный Мой райком Косомола И райком партии Все то же самое А вот скажи Он талантливый писатель Я думаю да А почему А я объясню Давай проанализируем Как ты почувствовал Что он талантливый Во-первых Если бы Минаев Был бы пипом Его бы не печатала Литературная газета А литературная газета Его печатает Это единственный Печатанный орган Игутско Я за этим слежу Если бы он был Неталантливый человек То он бы просто Рассказал об этом Не пытаясь создать Вербальную картину Этого мира А у него вещи Есть Где-то более удачные Где-то менее удачные Попытка создать Вербальную картину Этого мира А не просто рассказать Сколько он там Девушек завалил Сколько он Значит кокаина Нанюхался И так далее Вот Вот В этом стремлении Создать вербальный Эквивалент Вот Того чего ты описываешь Вот и проявляется талант Хотя с другой стороны Да Действительно Интересно Я с другой стороны Скажу Что Денис тоже прав Что если следишь За своей косой Меньше косишь То есть тут еще Должна быть Та самая спонтанность Я хотел бы сказать Да Помимо задач Которые ты На мой взгляд Их может и не быть Вот есть некий азарт То есть вещь ведет Сама себя Ты вот в нее входишь Этот мир рождается Вот под твоими пальцами И она тебя ведет И она тебя ведет А задача там Выпишется потом Она не формулирует Что ты делал У стоящего художника Это задача Подсознательная Подсознательная Только графоманы Говорят Напишу-ка я Замечательный роман Об этом Написанный Хорошим русским языком Напишу-ка я Бестселлер На бестселлер еще можно Вот сказать Напишу я хорошую Русскую прозу Все Ничего не Я хочу продолжить Здесь была правильно Понята моя мысль Дело в сверхзадаче Поэтому мне совершенно Непонятен сарказм Насчет 300 лет Не будем спорить Я хотела просто сказать А вообще о молодой Прозе Собственно Зачем мы здесь собрались Я считаю Что ее нет Как таковой Есть одна Большая литература Вот Что касается Так скажем Возрастного ценза Который кто-то определил Ну до 40 41 уже не молодой Писатель Уже значит старый Ну ладно До 40 лет Кто у нас интересен Я позволю себе Несколько имен Потому что Ни одной фамилии Пока не прозвучало Во-первых Это Анастасия Гостева Она кстати В вашем сборнике Время рожать С прекрасным рассказом была Можете его назвать Женской прозой Можете не назвать Да нет Гостева замечательная писатель Затем это Мария Рыбакова Очень интересный писатель Слепая речь Вышла сейчас Достаточно интересная книга Затем это Анна Старобинец Всем известная Журналистка Переходный возраст А вот среди тех Которые тут вот сидят Из молодых Вам кто-то нравится? Я читала роман с Янчина Я читала Сергея Чердниченко У него есть Замечательный поиск Потусторонний Я читала Алексея Краковского Интересные тексты Я читала Прилепина Захара Читала Гуцко Ну а теперь по-честному Кто понравился А кто нет? Кто понравился? Не скажу Это мудро Так, а где у нас критик? Вот критик Понимаете, у нас сейчас сложилась такая особенная культурная ситуация в стране Что все очень сильно набросились на молодых писателей Быть молодым писателем сейчас очень модно Почему? Ну, во-первых, это было... Как приятно, ты слышишь это вообще Значит, у нас все хорошо с литературой Все набросились Я хотела сказать, что, понимаете, во-первых, если молодые идут в литературу, значит, она не потеряна, как считается А что это перспективная реальная область Как сказать, духовная перспективная Мне кажется, что мы сейчас пытаемся смешать в одну кучу две совершенно разные вещи Одна история – это творческая история, которая не имеет никакого отношения к медиа, моде, строго говоря, молодости и старости Это внутренняя работа писателя, о которой сегодня так много и интересно говорил Юра Пляков Потому что действительно было сказано, как мне кажется, очень много интересного Другая совершенно история – это существование писателя в обществе Которое, в свою очередь, тоже делится на две части Платит ли общество писателю деньги за его творчество и хвалит ли общество писателя Это в некоторой мере связано с молодостью по двум причинам Во-первых, потому что молодым писателям, как правило, платят меньше Так же, как молодым сотрудникам в любой корпорации В корпорацию литературы писатель точно так же входит снизу Если случается такой выверт, что дебютная книга собирает большие деньги То тогда этот писатель становится совершенно в отдельную стопочку Вот в случае Сергея Минаева полностью эту картину нам представили Тебе нравятся его книги? Мне не нравится книга Духлес, потому как раз, что мне кажется, ее Вот то, что Поляков точно сказал, вербальное выражение этой новой культуры Она там недокрученная Мне не хотелось бы, чтобы эта книга была собрана из четырех разнородных частей Мне не хотелось бы, чтобы они были бытийственны и философски противоречили друг другу Мне не хотелось бы, чтобы эта книга была неряшливо написана Мне хотелось бы, чтобы этот талантливый молодой писатель Эту книгу бы доделал до конца И имел бы некоторую литературную задачу А не исключительно только задачу социальную амбицирую Я понял, спасибо Юр, а тебе я задам вопрос достаточно сложный Политическая ориентация писателя Это важно или это приходящее? Как ты не с точки зрения главного редактора Тут ты скажешь, да, важно А с точки зрения, как вы сказали, с точки зрения 300 лет Я так скажу, что для писателя политизированность То есть его включенность, вот эти политические энергии Кстати, многие получают этот удар, так сказать, молнии Как раз из этого, так сказать, политического, так сказать, энергетического шара Необходимо писатель Если это нормальный писатель Если это хороший писатель Он не может не интересоваться политикой Если мы почитаем дневники, письма всех крупных писателей Они были просто насквозь, так сказать, пронизаны этим делом То есть это просто необходимое условие Если мне писатель говорит, что меня не интересует политика Я его никогда не буду читать, он мне не интересен А политизированность – это совсем другое дело Понимаешь, вот когда писатель политизирован У него начинается искажаться художественная оптика На самом деле, мне кажется, уместнее говорить сейчас не о молодой прозе А о новой прозе Так назывались, например, сборники, выпускаемые фондом Сергея Филатова Новые писатели И что я вкладываю в этот термин Просто в конце 70-х и 80-х годах родилось поколение писателей Которые, на мой взгляд, стилистически и мировоззренчески Совершенно не такие, как писатели предыдущих поколений Это так всегда бывает Это всегда, безусловно И называя книги «Визитки», я бы хотел прорекламировать как раз книги этого поколения писателей Это книгу Романа Сенчина «Афинский Янович» и книгу «Василина Орлова и пустыня» Понятно У нас еще такая теплая часть программы Наш фотохудожник Женя Дюрер дарит нашим гостям свои представления о молодой прозе А я хочу вот что сказать Ваше поколение сделает литературу или живой, или вяленой То есть я имею общую литературу Если вы состоитесь, нам с Юрой, наверное, будет легче жить Спасибо вам большое Читайте и принимайте участие в молодой прозе, дорогие наши телезрители И до новых встреч на программе «Аполкли» Всего вам доброго Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!